Здравствуйте, уважаемые курсанты! Сегодняшнее занятие будет проводить ассистент кафедры Сулайманова Нелюфар Иргашина. Тема сегодняшнего дня – основные симптомы в гинекологии, выделение из влагалища, боль в животе. Начало опроса начинается с оценки состояния больной. Значит, определяется возраст. Если возраст у женщины от 20 до 30 лет, у нее должно быть в норме и общее состояние, и никаких патологических выделений у нее не должно быть. Эта женщина принимает коки, может быть, она беременная. Могут встречаться следующие заболевания. Кандидозная инфекция, трихомонады, гонококковая, хламидийная, бактериальная инфекция и забытый тампон. Если у женщины возраст от 40 до 50 лет, у этой женщины могут встречаться рак шейки матки, кандидоз, трихомонады, гонококки, хламидии, бактериальный вагиноз, забытый тампон. Возраст 60 лет, рак шейки матки, рак матки, синильный вагинит, то есть атрофический вагинит, кандидоз, трихомонады, гонококки и хламидии. Если у женщины возраст 65 лет, то у нее могут встречаться инородные тела, кандидозная, гонококковая, и очень редко рак. Выделение из влагалища. То есть у женщин с выделением из влагалища задаются следующие вопросы. Первое. Длительность. Недавно возникли или длительные. Характер выделений. Слизистые. Обычно без патологии, но не всегда. Гнойные. Возможно инфекция, но не всегда инфекция сопровождается гнойными выделениями. Обязательно, значит, при этих состояниях проводится бак-посев. Надо лечить причину инфекции. Выделения могут быть кровянистые, всегда думайте о раке. Может быть инфекция, вследствие перерывания приема контрацептивов. Обильное выделение может быть при инфекциях или при распавшейся крови. При осмотре надо подтвердить наличие выделения. На самом деле они значительные или в объеме. Установите характер выделения. Они обильные? Такого ли цвета, как указывает женщина? Творожистые? А может быть у них кандида? Осмотрите влагалище и шейку. Надо здесь искать кандиломы, полип, рак. Также сопутствующие симптомы. Надо спросить у них зуд, есть ли зуд, запах, высыпание на коже, симптомы инфекции мочевых путей. Выделение из влагалища во время беременности. Это инфекция. Может быть, гнойные выделения есть или нет? Надо спросить. Может быть, это воды. Если воды, надо обязательно спросить, есть ли боль или регулярные схватки. Если выделение – это кровь, то надо уточнить срок беременности. Если есть боль, схватка, обязательно надо послушать здесь сердцебиение плода. На этой таблице предполагаемые инфекции. На этой таблице можете видеть предполагаемые инфекции. По локализации воспаления. Если цервицит – предполагаемая причина инфекции, может быть, это хламидиоз, гонорея. Если вагенит – это бактериальный вагеноз, трихомониаз, кандидоз может быть. Если это воспалительные заболевания органов малого таза, это гонорея, хламидиоз вызывает. Если практит, практоколит и энтерит – это заболевания, передающиеся половым путем. Тактика ВОП. Адекватный расспрос и осмотр позволяют установить диагноз в большинстве случаев. Взятие маска из влагалища и посев. Взятие маска из шейки матки на цитологию. Консультация специалиста по показаниям. Надо провести кольпоскопию. Анализы на наличие заболеваний, передающимся половым путем. Лечение причины влагалищных выделений и обучения женщин. Из анамнеза надо спросить у женщины, есть ли следующие симптомы. Первое – это зуд, выделение, их запах, дезория, диспареуния. Второе – надо спросить о предыдущих эпизодах кандидоза. Следующее – спросить о предрасполагающих факторах, то есть беременность, недавний прием антибиотиков, эстрогенов и в анамнезе имеется ли сахарный диабет или ВИЧ. Спросите, спринцуется ли женщина и какими гигиеническими средствами пользуется. Осмотр. Осмотрите вульву на наличие эритемы, отека и расчесов. Проведите пальпацию матки и придатков. Осмотр в зеркалах. Осмотрите влагалище на наличие гиперемии, наличие выделений без запаха. Надо провести диагностические тесты. Первое – возьмите мазок с передней или боковых стенок влагалища и проведите микроскопическую картину при добавлении 10% калиоаж. Лечение кандидоза. Местные внутривагинальные препараты применяются. Первый – это клатримазол, 100 мг таблетки. Способ применения – 2 таблетки внутрь влагалища в течение 3 дней применяется. Неканазол – 200 мг суппозитория. Способ применения – по одной суппозитории в течение 3 дней. Для приема внутрь означается флуканазол, 150 мг по одной таблетке внутрь однократно. Лечение беременных женщин. Можно использовать только местные средства. Многие эксперты рекомендуют 7-дневный курс лечения в период беременности. И наиболее эффективный – миканазол и клатримазол. План мероприятий. Это не заболевание, передающимся половым путем. Не надо лечить полового партнера, если только у него нет баллонита. Всем беременным лечить кандидоз, чтобы предотвратить кандидоз рта у ребенка. При хронических случаях более интенсивное лечение симптомы ведут к диспаре унии. Другие из причин выделения из влагалища. Это может быть трихомониаз, метринедозол. 2 г внутрь однократно обеим партнерам назначается. Если нет эффекта, то 500 мг 2 раза в течение 7 дней назначается метринедозол. При хламидиозе – доксоциклин 100 мг 2 раза 7 дней после еды. Или эритрометин по 500 мг от 4 до 7 дней. При гонореи – тактиковок. Что он делает? Назначает цифтриаксон 125 мг внутримышечно однократно. Или цифрофлоксатин 500 мг однократно. И отправляется к специалисту для обследования и лечения данного состояния. Бактериальный вагиноз. Назначается метринедозол 500 мг 2 раза в течение 7 дней после еды. Обязательно при этих состояниях надо обучить женщин. Чему обучаем? Первое. Влагалищные выделения должны быть в норме у всех женщин при условии, что они незначительные и чистые. И надо проводить ежедневный туалет женских половых органов. Теплая вода с мылом. Ежедневная смена белья. При наличии обильных выделений обратиться к врачу. При частой смене половых партнеров пользоваться презервативами. И лечение заболеваний передающимся половым путем совместно с партнером. И вопросы планирования семьи обязательно надо рассмотреть. Также следующий симптом – это боль внизу живота. По характеру клинического цветения различают острые боли, связанные с гинекологическими причинами. Хронические боли, связанные с гинекологическими причинами. И боль, не связанные с гинекологическими причинами. Следующее состояние – это эндометриоз. Эндометриоз – это патологический процесс, характеризующийся наличием функционально активных структур эктопического эндометрия, желез и стромы за пределами полости матки. С признаками клеточной активности разрастание их приводит к образованию спаек и нарушению физиологических процессов. Это доброкачественное образование, при котором функционирующая ткань эндометрия присутствует вне полости. Гинекологический эндометриоз наблюдается у 10% женщин репродуктивного возраста и у 20-40% женщин с бесплодием. Этиология. Это ретроградный ток менструальной крови с фрагментами ткани через маточные трубы. Может быть причиной эндометриоза органов брюшной полости. Трансформация целеомического эпителия в железы, напоминающие эндометрии. И гематогена или лифогена в другие органы. Особенности. Распространенность варьирует от подросткового до переменопаузального периода. Принадлежность к желтой росе, задержка полового развития и реализации репродукции, аномалия мюллеровых протоков и наследственность. Какие симптомы бывают при эндометриозе? Первое – это боль внизу живота, появляющаяся или резко усиливающаяся в предминструальные дни и во время менструации. При тяжелом течении могут быть и по окончании менструации. Боль нетипична для влагалищной части шейки маты. Нарушение менструального цикла. Развивается альгоменария, менорагия, пред- и постменструальные кровянистые выделения, нарушение ритма менструации. Может быть бесплодие. Бесплодие развивается вследствие анавуляции. Неполноценная секреторная фаза бывает. Спаечный процесс в малом тазу развивается. Изменяется эндометрия. Фагоцитоз сперматозоидов. Повышение уровня простагландинов. То есть нарушается здесь функция желтого тела. И повышается сократительная способность труб и матки. Следующее – это увеличение пораженного органа при поражении толстого кишечника. То есть боль при дефекации бывает, метаметеоризм, ректальные кровотечения во время менструации наблюдается. А при поражении мочевого пузыря – боль в надлобковой области. Диспариуния и боль в срединной линии таза во время и после менструации. Диагностика основывается на жалобах, физикальных данных, осмотрах в зеркалах, гестеросальпинографии, гестероскопия, лапароскопия, УЗИ, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Лечение выполняется специалистами. Общие терапевтические подходы к лечению. Первое – наблюдение при минимальном проявлении болезни в премии на паузе. Второе – палеоативная терапия. То есть назначаются аналогетики, нестероидные противовоспалительные средства. Третье – эндокринная терапия. То есть назначаются комбинированные оральные контрацептивы, прогестогены, гестеринон, донозол, агонисты и антагонисты гонадотропин-релизинга-ормона. А также хирургическая терапия, вспомогательные репродуктивные технологии. То есть здесь проводится эко при бесплодии и эндометриозе. Спасибо за внимание.